Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 января. Житие святого Естафия, архиепископа Сербского. Святой Естафий жил и подвязался во второй половине 13-го столетия в одни благочестивого сербского краля Стефана Уроша, второго милутина, правящего Сербия с 1262 года по 1320. Родился он в области Будимльской, от благочестивых родителей. Горячо любя своих родителей, он с раннего детства укреплялся в любви к Богу. Избегая суетных забав, он старался усваивать добрые нравы, постоянно ходил в церковь и с наслаждением внимал божественному пению и чтению, запоминал слышанное и старался уразуметь смысл оного. Раз он приходит к своим родителям и говорит «У меня возгорело сильное желание учиться, отдайте меня на изучение словес книжных». Родители, слышав такие слова, возрадовались, возблагодарили Бога, внушившего такое благое желание их детищу, подыскали учителя и отдали ему своего сына на обучение книжной мудрости. С поспешистуемой благодатью Святого Духа он вскоре выучился, так что, будучи молодым учеником, он являлся сведущим многомудрых учителей. Юноша нисколько не думал и не заботился об еде, питье, одежде, мало думал даже о родителях. Но всецело направив ум свой на божественные учения, всю свою сердечную любовь и упование возложил на Господа. Достигнул же большей зрелости и строго размыслив о своем призвании, он решил оставить родительский дом и идти в путь Господень. Он отправился в область Зетскую, в монастырь Архангела Михаила, где находилась Зетская епископская кафедра. Здесь от епископа Неофита он принял пострижение в иноческий чин и начал жизнь подвижническую, строго выполняя монашеские обеты. Отличается воздержание чистотой жизни, изнуряя себя постом и бдением. Он неукоснительно спешил в церковь на дневные и ночные службы, строго соблюдал келейные молитвенные правила, а в остальное время предавался богомыслию и умной молитве. Не имея никакой собственности, он старался сберегать от уроченной своей монастырской доли в пище и одежде для раздачи нищим. Подвязаясь в монастырской тишине с полным смирением, он скоро, однако, сделался известным по той стране, как великий подвижник, подражавший древним отцам. Недовольствуясь иноческим подвижничеством в своем монастыре, Истафий горел желанием посетить Святой Град Иерусалим, чтобы поклониться гробу Господнюю и прочим святыням на месте страстей Господних. Не открывая никому своего намерения, он обратился с горячей молитвой к Господу Иисусу Христу, чтобы он сподобил его благополучно совершить путь во Святой Град и видеть то место, где он пролил свою кровь за спасение рода человеческого и где сотворил великие чудеса. Молитва угодника была услышана, когда он размышлял о том, где бы обрести ему богобоязненных спутников, являются к нему как бы посланные самим Господом два инока и сообщают в беседе, что они идут в Иерусалим поклониться гробу Господнюю честным страстям Христовым. Возблагодарив Господа Бога и поклонившись причистому его образу и образу архистратика Михаила, с радостью и весельем сердце он впустился в давно желанный путь. При помощи Божией он легко и благополучно совершил путь и достиг Иерусалима. Здесь он с благоговением поклонился гробу Господню и всем святыням на месте страстей Господних, не спеша обходил он все святые места и насладился их созерцанием. Посетил он и все окрестности Иерусалима, где жительствовали преподобные и богобоязненные мужи, подвижники, наблюдал и усваивал их правила жизни и подвигов. Пробыв долгое время в Святой Земле, он отправился в обратный путь, но не прямо на Родину, а на Святую Гору Афонскую, желая видеть тамошнюю иноческую жизнь и насладиться душеполезными беседами относительно подвижничества и чистоты душевной и телесной. Придя на Святую Гору, преподобный Евстафи поселился в сербском монастыре при Святой Богородице Хиландарском, построенный святым Симеоном в мире, великим сербским Жупаном Стефаном Неманей и сыном Елсавой, первым архиепископом сербским. Здесь он с великим усердием предался подвигам монашеским со смирением и покорностью, исполняя всякую работу, которая ему назначалась в послушание, неопустительно посещая все церковные службы и предаваясь наедине ночной молитве и богомыслию. Так провел он много лет и сделался известным среди всех афонских подвижников. Многие древние старцы, а не только более молодые иноки, почасту приходили к Евстафе и велись с любовью и духовным утешением душеспасительные беседы. После нескольких лет такой подвижнической жизни, общим советом и убеждением собора всей Святой горы, Истафи возведен был сан Игумена Хиландарского монастыря. Став правителем монастыря, Истафи еще усерднее стал подвязаться, подавая пример во всяком труде и добродетели, уча словом и делом. Заняв такое видное место и ведя добродетельную жизнь, преподобный Истафи приобрел большую известность и всеобщую любовь не только у афонских подвижников, но и у мирян, не только у простых людей, но и у вельмож и царей. Все спешили оказать Истафию честь и давали щедрые дары. Но эти дары он не для себя собирал, а щедрую рукою раздавал бедным, вдовам, сиротам, неимущим пропитания и крова. Неудивительно, что при таких достоинствах и добродетелях преподобный Истафи был избран рукоположным епископом из детской епархии, в которой он принял пострижение. Став владыкой, опытной в духовной жизни и в делах царковных, Истафи с великим успехом отправлял свои пастырские обязанности, стал самым выдающимся сербским епископом. И когда скончался сербский архиепископ Иоанники, благочестивый край сербский Стефан Урош Милутин, созвал собор епископов, игуменов и бояр, и этот собор единогласно избрал на сербский архиепископский престол святого Савы, этого благочестивого зефского епископа Истафия. Преподобный Истафий по своему смирению пытался был отказываться от столь высокого сана, соединенного с великой ответственностью, но его слов не послушали, и он вскоре торжественно при всем соборе возведен был архиепископский престол. Святой Истафий покорился промыслу Божию и возблагодарил Господа Бога в горячей молитве за его великие милости, которых он считал себя недостойным. Неославно трудясь на спасение своей души, святой Истафий приложил горячие заботы о благе вверенной ему сербской церкви. Архиепископская сербская кафедра тогда уже обладала большими богатствами, и святой Истафий приложил все старания к тому, чтобы ни одна церковь его области не испытывала недостатка в насущных потребностях, щедро уделяя ей сбережение своей кафедры на нужды церквей бедных. Немного лет правил святой Истафий сербской церковью. Через семь лет после своего вступления на высокую кафедру он впал в болезнь и увидел приближение своей кончины. Находясь в пресмертной болезни, он не роптал, но с радостью ждал исхода из этого земного мира водители небесные. Находясь тогда в своей архиепископии в Жичи, он усердно готовился и молил Господа о даровании ему мирной кончины. Вокруг постели больного собрался весь церковный сербский собор, окрестные епископы, игумены монастырей, черницы и весь притч церковный. Все плакали, видя приближение кончины своего учителя и архипастыря. Но больной, пристав с постели, обратился к плачущим. «Оставьте таковую жалость, возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вместе». Все присутствовавшие от плачи обратились к молитве и песнопениям на исход души. Затем святой Истафий приобщился к святых тайн и после некоторого вдохновения обратился к окружающим. «Идите, возлюбленные, воздадим взаимно последнее целование, ибо я уже разлучаюсь с вами». Много рыданий вызвало это прощание у духовных чад святого Истафия. Наконец, воздев руки к небу, он произнес. «Ведающий кончину жизни каждого, Божи богов и Господь и Господи, в руки твои предаю дух мой». Так благолепно и славно приставился святой Истафий, радуясь о Господе. Собравшиеся при гробе духовные лица совокупно с мирянами совершили торжественное погребение в жите в храме Спасителя, положив тело в мраморной раке, которую ранее приготовил себе сам Истафий. Вскоре после погребения внутри помянутого храма Спасителя стали совершаться при раке почившего знамение чудеса. Иногда видели у раки, как будто горящие свечи. Иногда ночью ясно слышали у гроба какие-то речи. Говор, как будто тут собралось много тысяч людей. Один человек, служивший при храме Спасителя, страдал болезненоса. Много испробовал он средств, и много истратил денег на излечение, но пользы не было. Потеряв надежду на земные средства, больной обратился с горячей молитвой Господу Богу и причистой его матери в храме Спаса, стоя неустанно за всяким богослужением у раки преподобного Истафия. В одну ночь больной веет во сне, что он стоит, как по обычаю, и наяву под раки Истафия. К нему является благолепный муж в святительской одежде, и спрашивает, в чем он нуждается. Больной рассказал все по ряду. Тогда пришедший муж говорит, меня Господь послал исцелить тебя, только не согрешай более, чтобы не пострадать хуже. С этими словами он перекрестил больного и коснулся его раны. Больной спросил, кто ты такой, владыка святый? Пришедший отвечал, я раб Христов, чернец по имени Истафий, лежащий в этом месте. Больной проснулся и ужаснулся. Стрепетом он поспешил к тогдашнему архиепископу Иаков и сообщил ему и всему собору об этом чудесном видении. Больной тогда же совершенно исцелился, и все прославили Господа и его святого Истафия. Чудеса при гробе Истафия стали умножаться. Однажды нашли три цветка дивной красоты, выросшие на его мраморной раке, хотя она представляла совершенно сухой камень, ни земли, ни даже никакой влаги не было на ней. Это чудесное знамение навело всех на мысль, что Бог прославляет своего угодника и обновляет тело его нетлением. Тогда же одному из иноков того монастыря Эквисиарху в ночном видении является некий страшный юноша с пламенным оружием в руках и с гневом говорит «Почему вы не родите виде таковые знамения? Или не разумеете, что тело усопшего не предназначено видеть исцеление, но оно должно быть изъято из земли?» У всех о всех этих чудесах возвещено было благочестивому кралю Урошу Милутину, который по совещании с архиепископом повелел торжественно открыть раку, в которой обретено было тело святителя Истафия нетленным и положено открыто в новой раке. Спустя некоторое время, ввиду опасности от неприятельских нашествий, мощи святого Истафия старанием архиепископа Якова перенесены были изжичи в епек или печь и наставлены тамошним архиепископом поставленных в кафедральном храме святых апостолов Петра и Павла.